Да, ливанская кухня хорошая, да. А я говорю, надо еще одну симку покупать. С собаками нельзя, а с котиками, кстати, можно. Все построено по принципу, слепил из того, что было и поставил платье кривотки. Бутерброд. Самое модное общественное пространство последних лет. Какие-то звуковые процессоры. Оригинальная стена дома, вот там в глубине. Дофига цветов привозится просто тупо из Африки. Что нужно спасать Финляндию? Бельгийский спецназ. Я никогда не думал, что мы будем столько жрать. То есть, в принципе, коньяк, видимо, какой-то пиздец. И маникюр можно круглосуточно сделать за копейки. Здесь были Галюся и Олежек. Мы все равно впарили билет, чтобы отобрать у него коньяк. Наступил новый день. Пора, так сказать, уже осваивать территорию. Есть пандок. Вот, блядь, мы вчера в нем были. Который здесь, другой. Это мы выбираем, куда мы пойдем завтракить. Рейтинг какой? 4,7 тоже. До того же самого не 220 метров. Ливанский ресторан хотите? Да, ливанская кухня хорошая, да. Но лучше ирландский. О, еще один сарай поехал. После вчерашнего адового перелета мы, наконец, выспались. Потому что спали мы вчера примерно один час за двое суток из-за ночного перелета. Вот, у Петрова теперь тоже вторая камера. У него шарманка вот такая со механической стабилизацией. Телефон подсоединяется по Wi-Fi к этой приблуде. А Wi-Fi я занял Степа. А я говорю, надо еще на симку покопать. Степ, ты что-то прогрузился. Ты покрути там, компас покажет, куда идти. Пришли мы тут в так называемую голубую мечеть. С собаками нельзя, а с котиками, кстати, можно. Насколько я помню, сверху мечеть отмечается фаза луны. В виде там полумесяца или какого-то другого знака. Это связано либо с началом строительства мечети, либо с ее окончанием, либо когда они там ее осветили, что-то в этом роде. Вы по внешнему виду Петрова не судите, он довольно эрудированный парень. Но мы идем в некий район Конд. Степа вот нас ведет, Сусанин. Называется старый район Еревана, или еще называется Ереванские трущобы. Да. Там адский самострой, и все построено по принципу. Слепил из того, что было, и поставил платье кривотное. Тут какие-то кровельные крыши. Диван какой-то драный. Газовый счетчик. Скорее всего, работать на симках. Есть деньги. Включил газ. Нет, выключил. Адская парковка. Ого, нагрел. Там слишком хорошие сваи. И звуки такие, как из Half-Life. Ждем страйдеров. Аутентично. Да? И невероятно, что такое возможно буквально в 10 минутах от самого центра Еревана. Компот, какой твой любимый объектив на сегодня? Сегодня 35 гораздо лучше, потому что нужно показать одновременно высотное здание на фоне. И эти прекраснейшие гаражи на переднем плане. У них тут, кстати, регулярно проблемы с вывозом мусора. Вот тут, конечно, не самый классный район, понятное дело. Но все равно мы уже кучу видели помоек, где вот просто вот столько мусора навалено. Непонятно, как часто его вывозят. И он, естественно, воняет, гниет на солнце. Производство электриков и производство солнечных батарей – это просто тупой способ аутсорса, производства энергии куда-то в Китай. Шли-шли и нашли уголок родины. Ждал я тут Степу позавчера в аэропорту, в нашем Амстердамском. Я там сел за столиком рядом с заведением, где там еду дают, там какие-то бутербродные. Ну, что еще можно купить в Голландии, в голландском аэропорту? Бутерброд ли? Там уже было достаточно поздно, 10 вечера, и народу в аэропорту почти не было. Так вот, там несусветное количество мышей бегало. Просто десяток, наверное, или два. Переходим, пешеходный переход. Сейчас нас тут собьют нахер. Не, вроде кто-то притормаживает. Нет, не притормаживает, а объезжает. Если что, кормите добрых мышей в аэропорту с хип-холмом, они хорошие. Броламок ездил в Лондон в самое модное общественное пространство последних лет, которое в каком-то бывшей промзоне. И там на самом видном месте просто мега-папусное место, и там магазин Самсунга. Где обычно бывает Apple, там как бы Самсунг все купил. У телефонов LG есть своя какая-то группа фанатов, они туда ставят какие-то звуковые процессоры. Ну, DAC, ведь DAC им хорошие дырочки. Еще есть, типа, специальные какие-то китайские плееры, которые работают только со флаками. Ну, типа, вот они считаются, что у них там самые лучшие музыкальные процессоры стоят. Мы тут исследуем илеванский самострой. Есть вот этот наружный слой, который... Пиздец лифт! Это все самострой, включая вот этот лифт. С оригинальной стеной дома, вот там в глубине в трех метрах. Вон там желтая, которая, вот там вот, на тыльной стороне лифта. Кряченый лифт, это тоже самострой. Там дверь! Они прорубили в стене дома дверь, чтобы в лифт можно было заходить. А что я разорался-то? Непонятно совершенно. Ему не хватило вот этого. Он еще выноску сделал на полметра. Мы тут опытным путем выяснили, что армянские мужчины не носят шортиков. И не танцуют. Мы не видели танцующих мужчин, и не видели мужчин шортиков. А как же Фрунзик Макарчан? Все ходят в брюках или джинсах даже в жару. Поэтому мы себя чувствуем неловко. Как калоритно мы любим плещущиеся на ветру белье. Ну вот, собственно, и господин поэт наш, министр иностранных дел, тоже затесался. Я, кстати, читал тут недавно его стихи. Там такой пиздец. То, что мне рассказывал консул из Бурундия про Руанду, там это, так сказать, братские государства, он во время геноцида смотался. Это мы просто как раз вспомнили в музее геноцида армян про геноцид в Руанде. В Руанде вроде как нормальный президент пришел, решил разобраться по возможности с коррупцией. Ну, классика. Извели низовую коррупцию на нет. Голландия, кстати, думает, что все тюльпаны в Голландии производятся. На самом деле дофига цветов привозится просто тупо из Африки и потом в Голландию. И потом типа как голландские цветы продаются уже куда-то дальше. Индекс коррупции 71. В прошлом году поднялась с 20-го места на 19-е. Все этим гордятся. Говорят, что до Финляндии еще 15 очков, нужно стараться. Тут вот такой вот мемориал какой-то в центре. Музыка играет. Все приняли скорбные лица. Исторический эксорс в историю стран Балтии. Говорит Прибалтика совершенно не кошерно, чтобы узнали, дорогие зрители. Захват Советским Союзом начался летом 40-го года. Меньше, чем через год после подписания Пакта Молота-Риббентропа. И за неделю до начала Великой Отечественной войны, 14-го, кажется, июня 41-го, началась первая массовая волна депротации народов Балтии в Сибирь. И в 48-м, в 49-м году еще, кажется, порядка, наверное, 150 тысяч литовцев, 100 тысяч латышей и, наверное, 50 тысяч эстонцев было угнано в Сибирь, из которых эстонцев не вернулось в 20 тысяч. Это про Маннергейма мы тут. Да, да, его никто не слушал, случился октябрь 17-го про Маннергейма. Как бы он понял, что он родился в Финляндии и был финном, что нужно спасать Финляндию. Он уебал обратно в Финляндию. И когда они начались в восстании красных рабочих, он их просто жестко подавил. И Финляндия осталась как бы свободной страной. И в 39-м, собственно, линия Маннергейма, про которую многие слышали, являлась тоже основой, собственно, победы над Советским Союзом. В общем, этому чуваку, по сути, Финляндия обязана, в общем, в своей независимости. Компот рассказывает очередную историческую справку о том, что в русском переводе Нюрнбергского процесса отсутствуют тома про Ленинград. Потому что... Потому что официальная версия такая, что блокады Ленинграда не было. И геноциды русских в Ленинграде не было. Русские очень давили на международных судей, что был геноцид. А на самом деле считается, что блокады не было, и у русских были все возможности нормально подвозить продовольствие, вывозить людей. Не работали промышленные предприятия, партийные чиновнички жрали колбасу, все было нормально. Шурик на меня ругался, что я как-то вяло и уныло рассказываю какие-то африканские вещи. Ну что ж, оживим историю про Конго. У нас последние минут 15-20 были рассказы про Конго. Как там... Ну, не важно. Мне тут вспомнилось. Несколько лет назад в бельгийском Конго был очередной переворот. Их президент заранее заботился и переставил к себе бельгийский спецназ. Хорошие, бравые парни из Бельгии. С приборами ночного видения наверняка. Да, и большими автоматами крупноразрывными, и к ним патроны в пачках. Но когда повстанцы стали приближаться к президентскому дворцу, бравые бельгийские ребята побросали автоматы и сдались. Ну, президента пустили в расход, но это хрен с ним. Бельгийцам говорят, ребята, вы же спецназ, вы же телохранители. Вас представили в охране их президенту. А вы что сделали? Знаете что? Мы с вами обойдемся по совести. В общем, парнем построили их в ряд, отрезали им. Ставали нативное место. Предлагай сюда. Так, ну что, мы запарковали наш сарай в очередной раз. И вот пришли в очередное нативное место Шереп. Сейчас будем тут кушать. Мега-роуд-трип превращается плавно в гастротур. Я никогда не думал, что мы будем столько жрать в нашем роуд-трипе. Ну, ты же удовольствие получаешь, ни тем не менее. Удовольствие, потому что я не ожидал. Не, я слышал, что в Армении хорошее и вкусное. Там вон как-то варьи на мосту случилось. Интересно, она сказала, что дегустация двух коньяков стоит 4-5. Дегустация 3-10. То есть, 30 коньяк, видимо, какой-то пиздец. Ну, ты видел там какие-то коньяки? А мы выпьем за тебя. В 6 часов вечера нам обещают дегустацию. Пятьдесят коньяка три раза. Это вообще, это 150 нарыло. Это, как мой батя говорил, если рассчитывать эту максимизационную функцию по килогрыл, что в переводе означает килограмм нарыло, то это будет довольно тяжело. Петров рассказывает, сколько времени в Таиланде интернет подключают. В основном. А компот вот жалуется, что в Эстонии целых две недели ждать приходится. Ужас. Причем, какая разница-то, он придет и... В Москве я поймаю быстро все. Да, да. И маникюр можно крылосуточно сделать за копейки. И еду вкусную возит тоже быстро. Петров заплатил 18 тысяч местных денег. Это там в районе... В общем, на 500 надо делить, чтобы доллары перевести. Да. Представляете? Мы сейчас присоединимся к группе вот этих вот страждущих. И станем... Тоже страждущих. Петров сейчас к Состёвой хрепнут. Мы сейчас готовимся. Гавкнут. Полного погружения в культуру. А компот отказывается. Он говорит, что он не ест коньяк. Помедленнее записывай. Сказали, что бочки служат в среднем 80 лет. Делают их из дуба, обжигают, там долго готовят. И в этом музее 15 тысяч бочек для выставивания этого спирта. В общем, довольно-таки неплохо. Раменская здесь были Галюся и Олежек. А также бронницы «Горячие туры» 2015. У нас есть несколько бочек ведущих держав ядерных. Например, Эстония-1 и Эстония-2. Это не значит, что бочка принадлежит Путину. Это значит, что бочка принадлежит президенту Армении. И он вправе ее в любой момент запросить с этого заморя. Димка, ты хоть спасибо написал, и то хлеб. Подпись у него про топ какая-то, корявая. Бронители были хорошие вовсе. Мы усилили говорить спасибо. По-моему, это шоколадки. Да? А здесь что? Здесь какие-то сухофрукты. Это, оказывается, не стаканы накрыты. Ё-моё, я думал, там стаканы. Петров, ты недоволен так же, как и я? Немножко расстроен. Мне все очень нравится. Да я не сомневался. Я в предвкушении. Это же экскурсия, тебе они всегда нравятся. Ну а что, плохо, что тебе рассказывают. Все очень интересно. Вот такой вот голландский штурвал получается. Ага. Ну что, Стек, ты уже предвкусил? Вот так вот это будет выглядеть. Нет, я не знаю, чтобы все рядом сели. Э, голубчики какие. Делегация. Присоединяйтесь к нам. Да, смотри. Хорошо, да. Понюхайте, понюхайте, понюхайте. Ну ты свое отдаешь, да, на благо отечества? Ну пусть он с ними хотя бы посидит. Тебе прям трясет? Компот очень не любит коньяк. Мы все равно впарили билет, чтобы отобрать в него коньяк. Это вообще супер шастер. Тут еще он конфетки дает. Сегодня рекомендует бокал тюльпан. В зависимости от сегодняшней влажности. Петров, у тебя ближе к сердцу коньяк? Да. Наливать надо так, что когда ты его кладешь на стол, он не выливается. Петров, ну ты истомился. Да пора уж. Голландский коньячный штурвал. Степ, ты видишь в глазах Петрова любовь? Да. Мне кажется, мой батя много бы дал, чтобы сейчас сюда попасть. Мы только что накатили коньячку. В дегустационной комнате. Нам все очень понравилось. Попробовали два вида. Плюс-летний и десятилетний. Что-то там было слово «Ахтамар» как-то. «Ахтамар» это десятилетний коньяк. Который оказался очень хорошим коньяком. «Ахтамар» как-то там было, чтобы сейчас я спрашивалась. У нас даже есть такаяatersа. Продолжение следует...